Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Контрольно-счетную палату Кирова попросили проверить деятельность гостиницы «Вятка». Вопрос по работе муниципального предприятия подняли депутаты Гордумы. Так Денис Ерохин обратил внимание на то, что оборот гостиницы в прошлом году составил порядка 100 миллионов рублей. В бюджет города при этом предприятие перечислит всего 870 тысяч. Аналогичная ситуация сложилась и в ГДМС. Председатель КСП Елена Мерзлякова ответила, что поручения провести проверку в отношении гостиницы от мэрии не было. Тогда глава администрации Вячеслав Симаков заявил, что он готов воспользоваться своим правом и дает такое поручение. Кроме гостиницы «Вятка», городская КСП оценит деятельность управления дорожной и парковой инфраструктурой, ГДМС, спорттоваров, ЦДС и ряда других мубов. Экономика. Сотрудников детсадов в Кирове освободят от родительской платы. Такое решение поддержали депутаты Гордумы. Действовать новая мера социальной поддержки начнет с 1 января 2024 года. Для того, чтобы получить льготу, нужно проживать и работать на территории Кирова. Средства на обеспечение меры соцподдержки будут выделены из городского бюджета. Для этого потребуется 21 миллион рублей. Отмечу подобная льгота для сотрудников детских садов и их детей, которые посещают детсады, уже действуют в Кирово-Чепецке. В эфире «Экономика». 150 тысяч заплатит управляющая компания из-за падения на льду 79-летней кировчанки. Решение об этом было принято судом после иска прокуратуры. Инцидент произошел на придомовой территории по адресу Менделеева, 10. Там, поскользнувшись на льду, упала 79-летняя женщина. Она получила закрытый перелом ноги и проходила медлечение. В целях ее защиты прокурор обратился в суд для взыскания компенсации причиненного морального вреда. В итоге было взыскано 150 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу. Его исполнение проконтролирует прокуратура, ответили в ведомстве. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова